Воспоминания рядового танковой пехотной дивизии вермахта Ганса Ригера о боях под Москвой и Сталинградом. Война на Восточном фронте многому меня научила, заставила по-другому взглянуть на мир. Это было не похоже на ту войну в Европе, там все было по-другому, наши танки и оружие казались там вне конкуренции. Да, конечно у европейцев были и пушки, и самолеты, и танки, но не было того, что было у этих варваров с Востока, мы их так называли. У них не было того стержня, того несгибаемого характера, что был у русских. Я с самого начала служил в модернизированной части, я видел какие результаты приносила наша тактика. Тактика Блицкрига, это было весело, да, когда мы совершенно неожиданно и внезапно врывались во французские деревни и города, местные ополчения просто поднимали руки вверх. Но в России такое не проходило, практически никогда, мы всегда получали отпор, несли потери, даже тогда, когда русский солдат оставался один, он все равно продолжал сопротивляться. Иногда доходило до абсурда, один пулеметчик смог сдерживать чуть ли не две роты наших солдат. Были случаи, когда от расчета орудия, которое было разбито, оставался один русский. Он каким-то чудом умудрялся из этого орудия палить по нашим танкам, да еще и подбивать их. Это не укладывалось у меня в голове, как один солдат смог остановить наступление танковой бригады, как он смог выжить при бешеном обстреле его позиции из всего, что у нас было. Когда нас перебрасывали на восток, наш командир, старый вояка, сказал, что это огромная ошибка идти войной на Россию. «Помню, мы тогда смеялись и говорили, что наш полковник слишком расслабился в Европе, стал мягко телом и потерял боевой задор. Он слышал насмешки за спиной, знал, о чем думают солдаты, но он сказал одну фразу, о которой я потом вспоминал всю жизнь. Вы не знаете их, русские вас не раз еще удавят. На все ваши планы и хитрые ходы они ответят своей непредсказуемостью и своим авосем. Потом, потом мы часто вспоминали его слова. Он оказался прав. Эти варвары проходили там, где в принципе пройти невозможно. Они появлялись так неожиданно и так же неожиданно исчезали. Они проходили сквозь непроходимые болота и лесные чащи. Протаскивали там орудия и танки. На Восточный фронт я попал в составе своей же матернизированной дивизии в 1942 году. Тогда уже стало ясно, что наша тактика начала сдавать сбой. Не вышло у нас сходу захватить Москву. Были и другие обидные просчеты. Весной 1942-го наша дивизия с железной подступью двинулась на русскую землю. Первые потери мы понесли даже еще не вступив в бой и не увидев ни одного противника. Наш поезд, шедший к месту нашей дислокации, подорвали партизаны. Мне повезло, я был в вагоне, который остался невредимым. А вот полковника нашего не стало. Как нескольких и платформ с техникой. Мы высыпались из вагонов с оружием в руках и готовы показать этим русским, как сражаются элитные части вермахта. Но нас встретил только глухой лес. Подрывников и след простыл. Так мы впервые столкнулись с партизанами. А потом они стали настоящим бичом божьим для нас. Но это потом, когда мы уже уносили ноги от Сталинграда. Сталинград. Там стреляли даже камни. От нашей техники не было никакого толка. Мы не могли двигаться в условиях, когда город разрушен, улицы засыпаны битым камнем и всяким мусором. Нас временно перевели в пехоту. Там я и был ранен. Нет, не пуля меня нашла. Меня нашла саперная лопата в руках того русского сержанта. Я никогда и подумать бы не смог, что этот инструмент так можно применять. Мы точно знали, что в одном из домов, который был уже почти под нашим контролем, на верхнем этаже осталась группа вражеских солдат, человек так восемь, не более. Они продолжали отстреливаться, но вскоре боеприпасы у них закончились. Нам был дан приказ обезвредить русских и взять их в плен. Но что могло пойти не так? Они без патронов. Помощи им нет. Дом окружен. Никто же не ожидал, что еще они пойдут в атаку. Без оружия, на автоматы. Мы рассчитывали на легкую победу. Они выскочили из-за угла неожиданно, с этими лопатами в руках. Это было страшно. Потом я уже узнал, что русский обучается бою с этим инструментом. Даже специально точит кромку, чтобы легче рубить. Уже потом в госпитале я узнал, что они прорвали наше отцепление. Это было невероятно. С одними лопатами в руках. После выписки я участвовал еще во многих боях. Но везде везло. Как говорится, прошел сквозь огонь и воду. Русские заставили себя уважать, как отличных воинов. В конце 44-го я понял, что эта кампания ничем хорошим не закончится для меня. Я решился на побег. К тому времени строгой дисциплины у нас не было. Люди дезертировали часто, и на это уже никто не обращал внимания. Я смог добраться до ближайшего международного порта, который еще работал и сел на корабль до Аргентины. Воспоминания Юлиана Ригера, обер-ефрейтера, танковой дивизии вермахта. О походе на Восточный фронт и русском танкисте. Всю войну я провел в танке. Сначала это был ПЗ-3, хорошая и крепкая машина. На нем мы дошли почти до Сталинграда. С самого начала нам везло, мой экипаж не попадал в серьезные стычки с русскими. Хотя мы слышали о страшных КВ, от снарядов которого не спасала ни одна броня. Но нам эти монстры не попадались. Видимо, их просто не хватало на все направления. Все, что нам угрожало, это противотанковые пушки. Вот их-то мы и старались задавить первым делом. Мы шли вперед, и казалось, что чуть-чуть вот и война закончится, полным поражением большевиков. Русские отступали, мы резали их оборону, как нож режет масло. Да и обороны это назвать было нельзя. Так, наспех собраны укрепления, да пехота с винтовками. Это для нашего танкового корпуса было как семечки. Но как может противостоять пехотинец с ружьем против танков? Но все-таки мы осторожничали. Особенно после того, как в одной из деревень, где не было ни души, наша разведка там все проверила. Был открыт огонь по нашим танкам. Мы даже не собирались туда заходить. Мы просто проезжали мимо. Где русские прятали пушки? Где прятались сами? И как их не заметили наши разведчики? Остается загадкой. Пока мы разобрались, откуда по нам ведется огонь, четыре наших танка уже коптили небеса. Да, мы уничтожили то орудие, но наших товарищей уже было не спасти. Это произвело на меня сильнейшее впечатление. В течение десяти минут не стало несколько храбрых парней и четырех наших машин. Это были наши первые потери в этой кампании. Конечно, наш полковник спустил всех псов на разведку, обвинив тех в халатном отношении к своим обязанностям. Мы стояли около сгоревших машин, прощаясь с нашими товарищами. Наверняка у каждого билась мысль в голове, что вот так с ними может произойти. С тех пор нам уже не казалось, что это легкая прогулка. И к осени, ну может быть, к Рождеству мы вернемся домой с победой. Чем дальше мы продвигались, тем становилось яснее, что нам попался не тот противник, которого нам обещал Геббельс и его пропаганда. Я понимаю, как он говорил, что здесь, в России, одни варвары, и воевать они будут чуть ли не с палками. Да и войны из них, так себе. На деле все казалось не так. Русские просто не были готовы. Они отступали вглубь своей страны. А страна-то огромная. Чем дальше мы шли по бескрайним полям. Где порой на многие километры не было ни живой души. Тем сильнее они сплачивались. И тем сильнее было сопротивление. В одном из боев мы лишились своей машины. Перед нами была только пехота противника. У них даже противотанковых орудий не было. Мы думали, что это легкая задача. Но тот русский, тот солдат подобрался к нашему танку. Было видно, что он ранен и плохо держится на ногах. Я даже дал команду пулеметчику не стрелять по нему, не тратить патроны. А русский показал нам руку, которая была спрятана за спиной. В ней была связка гранат, обмотанная проволокой. Он с усмешкой бросился к нам под гусеницы. Слава богу, мы все остались невредимыми. Но танк восстановлению не подлежал. Нам дали новый танк, и на нем мы продолжили наш боевой путь. Мы уже были под Сталинградом. По слухам, там должна была быть большая заварушка. Русский и мы стягивали огромные силы в этот район. Наша бригада получила приказ на передислокацию в другой район. Десять новеньких тигров выдвинулись на новое место. Но не успели мы проехать и по пути, как на нас вылетели три Т-34. Они были в километре от нас, но вместо того, чтобы уйти, они приняли бой. Понимая, что с такого расстояния нас не достать, русские петляли по полю, пытаясь сблизиться с нами. Но когда у них появился шанс пробить нашу броню, мы сожгли их быстро. И только один Т-34 подавал признаки жизни. Его катки были полностью разбиты, и гусеницы распластались по земле. Мы подошли метров на сто, то, когда его башня дрогнула, и пушка начала движение. Русский успел выстрелить, и один из танков нашей колонны задымился и встал. Ответным выстрелом мы подожгли Т-34. Люк его башни откинулся, и оттуда показался танкист в дымящейся робе. Полковник приказал привезти его. Он не сопротивлялся, спокойно подошел к нашим танкам. Полковник жестами приказал ему залезть в танк. Хотел допросить его на ходу. Чтобы не терять времени, колонна двинулась вперед. А через 200 метров командирский танк резко остановился. Из дула орудия пошел дым, а потом на воздух и взлетела башня. Оказалось, пленный танкист пронес с собой гранату. Я помню его лицо. В тот момент, когда он подходил к нам, он был очень спокойно, и ни грамма не волновался. Как будто это не его взяли в плен, а совсем наоборот. Так мы потеряли нашего полковника. А потом был Сталинград. Вот такие вот истории у нас на сегодня, дорогие друзья. А верить в их правдивость решать только вам. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok